добрый день друзья меня зовут василий вишневский сейчас я буду взвешивать и измерять яйца из брошенного гнезда дрозда рябинника скорее всего кладка была брошена из-за беспокойства с моей стороны потому что я над гнездом нескольких метрах устанавливал камеру слежения на час после этого дрозд скорее всего не возвращался хотя он подлетал когда камера была установлена но чтобы яйца не пропали они будут использованы в другом соседнем гнезде которые разорились скорее всего серые вороны или какие-то другие хищники и чтобы это выяснить я поставлю фотоловушку подложу эти яйца но прежде чем их подкладывать я их хочу измерить и взвесить они пролежали без инкубации где-то дня два дрозд рябинник пролетел поэтому взвешивание может быть не совсем адекватным а вот измерение наиболее трудоемкая и долгая операция которую я без нужды стараюсь не проводить на найденных гнездах потому что много времени отнимает и птица с большей вероятностью бросать гнездо если долго около гнезда находиться вот ну а тут поскольку гнездо брошено то я эти яйца измерю хотя кстати хочу заметить что бросание гнезда тем более с яйцем да еще и с полной кладкой для дроздов рябинников совершенно не характерные на моей практике это пожалуй первый случай когда дрозд рябинник бросил гнездо именно из-за беспокойства ну я так предполагаю хотя хотя не факт так для измерения мне потребуется штангенциркуль я использую электронный потому что с ним с ним быстрее это дело то сейчас я его обнулил на сжатых губках вот обнулил потому что он сразу пишет данные и записные книги записную книжку принципе поскольку я сейчас буду записывать все на диктофон я могу сэкономить время на записывание размеров и потом взять звукозапись или из фотоаппарата или вот отсюда поэтому я на этом время не буду тратить на записи и поехали яйцо номер один вот я свожу губки вот этого измерительного прибора сразу уже чем яйца а потом их плавно с помощью этого ролика раздвигаю до ширины или длины соответственно когда яйцо раз провалилась можно еще чуть-чуть проверить все но если бы я еще записывал соответственно меня больше бы времени потратилось на то чтобы это дело записать поэтому еще удобно производить вот эти измерения вдвоем один записывает другой измеряет соответственно два раза быстрее ну грубо дальше взвешивание вот взвешивание мне нравится больше потому что можно быстрее провести за счет фотоаппарата хотя яйца пока на белом лежат я их сфотографирую сейчас на белом фоне у меня в пластике сделаны специальные отверстия с помощью дрели круглые чтобы яйца не скатывались причем сейчас довольно сильный ветер и все равно они вот лежат на месте никаких проблем нет фотографируя в основном со вспышкой так в режиме мануал или мануал или просто делаю поправку экспозиции вот удобно использовать встроенную вспышку на вот этом фотоаппарате canon 7d mark 2 и визирование по виды по дисплею по большому дисплею я здесь перемещаю курсор визирование прямо на яйцо делаю пробный кабар кадр смотрю так пересвечено пересвечено перехожу в режим мануал ставлю iso 100 ставлю выдержку одну двухсотую дал час принципе неплохо еще несколько кадров сделаю причем очень важно чтобы плоскость матрицы фотоаппарата совпадала с плоскостью на которой лежат яйца чтобы равномерно распределялась резкость а не было такого что часть яиц в фокусе а другие выходят из фокуса поэтому такая вертикальная позиция оптимальна да и взвешивание вот у меня сейчас уже весы настроены на ноль сейчас будем взвешивать яйцо номер один весит 616 граммов я записываю измерение с помощью фотоаппарата это быстрее всего так я недавно купил калибровочные гирьки тоже заказывал их то ли на алиэкспресс то ли на ebay сейчас уже не помню но я бы не сказал что они сами по себе такие уж точно потому что часть гирик показывает немножко другой вес поэтому всегда можно все равно проверить вот например 20 граммов раз поставил показывает 19 93 96 2 грамма 1 ровно 2 грамма вот 2 грамма почему-то показывает ровно 2 то есть эти гирки как вы понимаете сами нуждаются в калибровке и 1 грамм ровно 1 грамм чем меньше вес тем меньше разница гирки дешевые поэтому просто хотя бы понимать что в принципе весы более или менее близки к правде потому что весы тоже китайские скорее всего их да и а на весах вот такую площадочку сделал мягкую с и приклеил приклеил скотчем и сделал такой маленький бортик из пенопласта или полиолетана чтобы яйцо класть прямо на нее не придумать какую-то там крышечку еще чет который ветром сдувает а прям приклеил сюда вот этот самый поролон и все яйцо кладешь и этого маленького выступа хватает чтобы яйцо не скатилось вот такой маленький лайфхак ну собственно все теперь яйца взвешены измерены и их можно пускать в расход я надеюсь что кто-нибудь разорит гнездо тем более что они будут подложены в гнездо достаточно открытое расположены на границе колонии дроздов рябинников его уже один раз разорили настоящее гнездо там сейчас пусто сверху я уже установил фото ловушку правда не на большом расстоянии где-то где-то на таком для врановых это мало они боятся видят ее и так далее но тем не менее на таком расстоянии у меня разоряли уже и сороки и вороны и поэтому я надеюсь что мне получится запечатлеть разорителя причем уже с настоящими яйцами дрозда рябинника они с перепелинами которые я обычно подкладываю поскольку естественно использовать гнездо дрозда рябинника настоящее в качестве подобного кролика не хочется ну а тут уже ситуация так сложилось что грех ей не воспользоваться